Почему в январской квитанциях за воду архангелогородцы увидели цифры, превышающие обычные в несколько раз? Этим вопросом озадачены в партии «Единая Россия». В региональной приемной прошло заседание с участием представителей нового поставщика услуг компании «РВК-центр». Подробности у Михаила Меньшенина. Первый месяц работы компании «РВК-центр», которая теперь занимается водоснабжением в Архангельске, для многих горожан стал шокирующим. Больше трех тысяч человек в январских квитанциях за воду увидели суммы, примерно в два-три раза превышающие привычные. В первые же дни в партию «Единая Россия» поступили полтора десятка обращений с просьбой разобраться. Темой заинтересовались специалисты партийных проектов, школа грамотного потребителя и народный контроль. Здесь могут быть рассмотрены и вопросы некачественного оказания жилищных коммунальных услуг, в частности неправильное выставление счетов, расчетов, в частности по водоснабжению. И, конечно, мы можем предоставить потребителю возможность получить качественную бесплатную консультацию в рамках нашего проекта. «РВК-центр» в свою очередь объясняет, огромные суммы в квитанциях получили те, кто неправильно передал показания счетчиков. Вместо нового лицевого счета на старый, принадлежавший водоканалу и сейчас недействительный. Для них сумма платы была рассчитана по нормативу – 2,6 кубана человека в месяц. Объяснить ситуацию могут специалисты поставщика по телефону, но только дозвониться до них смогли не все. Люди звонят по многоканальному телефону, приходится дождаться своей очереди первая, вторая, у кого-то шестая очередь, у кого-то там десятая. Поэтому, пользуясь случаем, хотелось, чтобы предприятие оборудовало так связь, чтобы люди могли спокойно дозваниваться и обращаться со всеми просьбами. На вопрос, из-за чего сложилась такая ситуация, внятного ответа «РВК-центр» не дал. Какую мы сейчас задачу перед собой ставим? Во-первых, чтобы та информация, которую руководство «РВК-центр» озвучило, дошла до тех людей, которые пострадали в ходе этого сбоя. Чтобы те меры, которые компания принимает, оказались эффективными, а не декларируемы. Поэтому мы в регулярном режиме, в течение недели-двух будем держать эту ситуацию на контроле. Поставщик услуг гарантирует. При дальнейшей передаче показаний по нужному адресу переплата будет учтена. И в следующих квитанциях сделают перерасчет. Михаил Меньшенин, Светлана Михеевская, Регион 29.